Валерию Остафьеву уже за 80. За своим здоровьем тщательно следит. В детстве перенес облучение в Оренбургской области. Но когда решил сделать полное онкообследование, столкнулся со сложностями. Куда бы я ни обращался, меня отсюда. Почему? На какого слова? Ну нет, вот я куда-то прихожу, дать и направление никто еще не дает. С просьбой помочь в этом вопросе он обратился к Денису Майданову, придя на личный прием. Депутат Госдумы в свою очередь заверил, что обязательно проконтролирует его разрешение. А вот с проблемой жителя Звенигорода быстро разобраться не получится. У нас Академия Дедо, который президент Российской Федерации открывал здание, находится в тяжелом состоянии. Оно не просто в тяжелом состоянии, оно просто развалилось на глазах у жителей города. Нам очень стыдно перед своими детьми за это здание. Игорь предлагает сделать там полноценный спортивный или ледовый комплекс. Депутат принял заявление от жителя и пояснил всю сложность этой процедуры. Ну надо потерпеть, потому что внесение в программу, я сейчас сам столкнулся, стал чиновником. Вы ставите вопрос. Мы понимаем, что это надо, но это нужно внести в программу, через год появятся деньги, потом они, слава богу, дай бог, придут. Также на встречу поднимались вопросы культурного развития. Разобраться в каждом обращении Денис Майданов обещал досконально. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.